Жизнь под грифом СЕКРЕТНО ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ ПЕРВЫЙ КОНТАКТ Сандального Анатолия Дмитриевича в деревне Кирилловка Куйбышевской области СФЦ Провожали в армию все, мать, отец, брат и другая родня Гулянка была еще тварь, на дворе стоял 1960 год Он был рожден в Ашхабаде, городе в Туркменской СССР В тот благословенный день небо озарилось ярким цветом солнца, которое давало понять, какой человек рождается на свет Но затем мне пришлось уехать из этого города Среднего Востока по настоятельной просьбе двоюродного племянника отца Анатолия, руководившим тогда МВД Туркмении Сказав Дмитрию на прощание лишь зловещее «Здесь опасно!» Он перевез голдовавого Анатолия к родителям своей жены И вот прошло 17 лет, мальчик вырос в мужчину На распределительном пункте в Сыстрине спросили, где ты хочешь служить? Не знаю «А какие вакансии есть?» Спросил Толя у полковника Зухорчука «Ну, хочешь иди в ВДВ, будешь прыгать с парашютом и летать как горный орел На крайняк дорога в погранслужбу у нас всегда для тебя открыта Будешь с овчаркой караулить на каком-нибудь таймере нарушительный Нахмурно сказал полковник «Мне сказал Толя, я собак не люблю, они меня замучили в деревне Ведь им не нравится, когда я по соседским девчонкам бегаю Охмуривать их А вот летать это для меня интересно, но порошок зараза может и не раскрыться. Ну, сынок, довольно, сказал Захарчук, тебе тогда самая дорога в воздушные военные силы. Да, это, по мне, сказал Толя, его отправили в поселок Кышты, Северный Казахстан, охранять авиабазу 4-й эскадрильи военных вооруженных сил Министерства обороны Советского Союза. Первые полгода прошли без экстесов, а на авиабазу садились только реактивные МИГи. Тогда реактивная авиация была только в довидку. Новые самолеты отличались от старых прежде всего скоростью. Естественно, то люди допускали до самолетов, а он очень хотел летать. Ну, что называется, не судьба. Весь его рабочий день в армии сводился к тому, чтобы охранять аэродром. Его, если точнее, правую сторону от посторонних с автоматом шапочника наперевес. Странно, но тот легендарный Калашников, которого мы знали все, был в тот период времени еще в новинку в армии. И вот достал тот роковой день. 1 февраля 1961 года, который не только приведу судьбу Толи, но и всю судьбу Советского Союза. Анатолий, как всегда, был на дежурстве на посту дневального посмелья. Как вдруг содрогнула земля от ярких вспышек на небе, караул базы закричал А-а-а! В ружье! Небо падает на нас! Подул страшный силы ветер. Деревья вокруг аэродрома начали гнуться к земле. Минуту спустя появилось то, от чего фантасты всего мира приходят в истинный восторг. Восьми километровую высоту и в дыду огромная летающая тарелка с неземными человекоподобными существами серо-зеленого цвета. Тарелка упала, снеся все постройки военных в ту самую сторону, в тот квадрат, где и находился наш главный герой. К нему подбежали его сослуживцы, закадычные друзья Валентин Шаров и Степан Рябчик. Тут открылся люк у тарелки и головой достали вылезать из нее. «Стоять!» — крикнул Рябчик. «Вы арестованы!» И наставил свой пистолет-пулемет на тарелку с пришельцами. Пришельцы начали перепрыгивать их, то есть людей, и уходить в лес. Рябчик и Шаров погнали за ними в погоню, а Анатолий вошел в поврежденный летательный аппарат и увидел воздыхающего маленького человека. «Я, Маша!» — сказал тот на чистом русском языке. Анатолий ответил. «Ты откуда?» — резонно спросил Дмитриевич. «Из альфа-центавры! Были ли долгу? Была наша секретная база, скрытая от людей. На наш корабль сломался. Гермопривод полетел и перестал грохнуть. И пришлось грохнуться на ваш синий шарик. А тем временем Шаров и Рябчик гнались за остальными гуманоидоподобными существами в сопровождении процесса отборным матом и стрельбой. Блять! В конце концов, выдохнувшись, они вернулись на вербазу. Погоня окончилась неудачей. Гуманоиды убежали и замели свои следы в тайге. «О!» — сказал Рябчик. «Молодец, Ториан! Ты поймал одного из этих ладов. Знакомьтесь, это Алексей. Он из созвездия рака». «Как ты все понимаешь?» — сказал Шаров. «Говоришь по-нашему». Алексей ответил, что они учили Кириловцу еще со времен Цианковского, который вступил в контакт при помощи пирамидовидальной радиоантенны, которая была спрятана в пирамиде Хеопса. Анатолий начал пришельца кормить курегой, которая была на редкость дрянь, но позволила сохранить Алеше жизнь. До прилета на вертолете высшего командования Советского Союза во главе с самим Андроповым, которая хотела запечатлеть первый контакт человечества с внеземными цивилизациями задолго до знаменитого розыгрышского инцидента. Андропов вышел из вертолета и сразу закричал. «Так, кто поймал пришельца?» — «Это мы!» — сказал Рябчик Толя и Шаров ходом. «Поставить их к стенке и расстрелять!» — сказал всесильный на тот момент шеф КГБ. Чекисты схватили нашу троицу и поставили к тарелке с пидой. Алеша увидел это все и вышел, подав свои лапы вверх, поранил. «Не надо их наказывать! Они спасли мне жизнь!» «Тебя, гад, не спрашивали!» — сурово возразил Юлия Андропов. Тот чекисты положили мордой в пол и Алешу, заковав его в кандалы. Чекисты вывезли его на вертолете Ми-4 на объект Уральские горы. Андропов сказал Анатолию. «Значит так! Либо вы все летите со мной, либо я вас всех чикну здесь!» «За что?» — спросил Шаров. «Вы единственные, кто видели их. Догадываетесь, что бывают с цельными свидетелями, особенно в Советском Союзе!» «Все начальство погибло под обломками авиабазы, которые разнесла тарелка. Остальные все свихнулись и им не поверят. Вы хорошие парни, но на меня дает все мое политбюро во главе с Никитой Сергеевичем Хрущевым, которые требуют высоких фиктологий от нашей пробойственности, чтобы вы догнали и перегнали своих соперников за океаном. «И что я им скажу? Наша советская власть недееспособна?» «Проморгали НЛО гигантскую тарелку размером с два футбольных пуля?» Анатолий сказал «Хорошо, но тогда, когда мы пойдем за вами, вы создадите отдел по борьбе с инопланетной угрозой в вашем всесильном ведомстве». Андропов рассмеялся, сказав, что такой отдел уже у него есть. «Садитесь в вертолет, мы полетим в отдел ХКГБ СССР». «Вы, кстати, туда автоматически зачислены, так что добро пожаловать». Вертолеты взлетели, а Анатолий посмотрел в иллюминаторы. На то, как чекисты уничтожают тарелку направленным подземным ядерным взвелом. Баааа! Вертолет приземлился на Урале. Толя, Рябчик, Шаров и Андропов вышли около озера Байкал. Вы напишите, рады, что остались служить еще на сверхсрочную службу. А весь этот год проведите и здесь. Тут чекисты на нашу троицу надели акваланги и спустили их на дно озера Байкал, на подводно-подземную базу, где уже Орёша давал показания на допросе. Вам, Советскому Союзу, надо срочно вывезти человека на орбиту. С чего тебе верить? Допрашивал майор КГБ Синедоров. Понимаете, начал отвечать Алёша, гигантский транспортный корабль идет транзитом с Альфа-Центавра на Луну. Мы бы его приняли, но разбились на вашей планете. Если его не перенаправить на Луну, то корабль рухнет на Москву. А оно вам надо? У нас нет таких технологий. Я помогу, сказал Алёше Сидорову. «Но кто выдержит перегрузку в космосе и пристыкует квадротрансмиссию для дистанционного управления кораблем транспортником?» «Мужин хороший плотник», – сказал Рябчик, чтобы всё пристыковал. «Есть такой», – ответил Андропов. «Юрий Алексеевич Гагарин». «И тут Толя ахнул, ведь Гагарин на самом деле-то работал плотником у его отца и помогал ему строить студенческие годы за высокую плату по терминам 100 рублей деревню Кирилловку. Однако Юрий Алексеевич в ходе различных экспериментов Агела Икс по неземным технологиям потерял память и не помнил ни черта и ни шерша. И то ли стало ясно, зачем Андропову он – простой солдат военно-вооружённых сил. Рябчик и Шаров тоже сдали Гагарина, но ещё по низким временам, когда они вместе ездили отдыхать в Артек, где и познакомились. «Наша троица восстановила память Юрию Алексеевичу и помогла добраться до Байканура, пока чекисты занимались строительством знаменитой ракеты «Восток». Ровно в 12 часов дня Гагарин махнул Толя до прощания рукой и сказал своё знаменитое «Поехали!» Позже, когда он вышел на арбиту, по подсказкам Алёша, Гагарин пристыковал квадратовую всю кораблю Альфа-Центамовцев, и тот корабль скрылся за луной, поменяя вектор направления. Анатолий Дмитриевич, отец Светлана Анатольевны, дал ещё одну присягу в своей жизни на сей раз верность, на верность Комитету Государственной Безопасности Совету Министров СССР. И именно он доставил, то есть мой дед доставил Гагарина на космодром на своём Лиазе Кубань, который он удолжил у Сидорова на вечное хранение, а тот так и остался в своём бункере под озером Байкал вместе с Алёшей. Конец первой серии.